Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрей Яковлев, приглашенный исследователь в центре Дэвиса Гарвардского университета, а до этого долгое время проректор Высшей школы экономики в Москве, один из сооснователей Вышки. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день. И поскольку и вы, и я старые, так сказать, вышкинцы, конечно, нельзя обойти стороной тот факт, что только что умер Евгений Григорьевич Ясин. И я хотел бы в каком-то смысле этот эфир посвятить его памяти. И даже в его память я наделал эту розовую рубашку. Он всегда любил розовые рубашки, всегда такой очень свежий появлялся в этих своих отутюженных розовых рубашках. И это тоже своего рода было заявление, вызов и такой инаковость. Я в Америке знаю, даже в патриархальных штатах говорят «it takes a brave man to wear a pink shirt». Для того, чтобы носить розовую рубашку, нужен смелый мужчина. И вот Ясин, мне кажется, был таким смелым мужчиной. Безусловно, был очень ярким представителем своего поколения. Надо понимать, что, вообще говоря, он из шестидесятников. То есть он не сразу пришел в экономическую профессию, потому что он был евреем. Был не так просто поступить в какие-то престижные учебные заведения. Он заканчивал строительный институт в Одессе. И, на самом деле, начинал как строитель мостов. О чем он потом вспоминал неоднократно. И, собственно говоря, в экономическую профессию, в экономическую науку он пришел уже в возрасте 30 и далее. И я, на самом деле, был его дипломником в МГУ в конце 80-х. И он действительно отличал всю удивительную способность зажигать людей какими-то идеями. Когда он, используя очень сухие цифры из тогдашней советской статистики, мог показать конкретному студенту, конкретному аспиранту, как из довольно рутинной работы по сбору эмпирических данных в разного рода отчетах, архивах и так далее могут вырастать какие-то решения, которые будут влиять на судьбы страны. Это была действительно уникальная способность. И он, в принципе, был очень светлым человеком. Потому что я знаю многих людей, которые, на самом деле, пройдя, допустим, через опыт 90-х, тяжелый опыт, разочаровались, когда многие шестидесятники из его поколения, извините, потом стали, может быть, если непрямыми сторонниками Компартии, то как минимум откатились очень сильно назад. Он оказался способен, может, перешагнуть через какие-то предрассудки. Он действительно был одним из реальных основателей Высшей школы экономики. Не в том плане, что он занимался ее организацией, этим назывался Кузьминов. Но он очень много помогал, особенно в первые годы. Ну, даже просто банально, с получением вот тех первых европейских грантов, на которых, собственно, Высшая школа экономики возникала в 90-е годы, которые были очень значимы. И он всегда был максимально открыт к людям с другим мнением. Он мог не соглашаться с этим мнением, но он был готов к дискуссиям. Он играл, кстати, в этом смысле важную роль в 90-е годы с точки зрения поиска компромиссов между разными людьми, в том числе в либеральном лагере. И на самом деле в плане переговоров с людьми из других лагерей он не случайно в правительство пришел, точнее, в администрацию президента правительства из РСПП, куда он был приглашен Вольским, где он создал экспертный институт. И, собственно, то, что он потом делал в Высшей школе экономики, уже уйдя из правительства, это была попытка реально создать новый университет, или, скажем, университет нового типа, который, с одной стороны, действительно внедрял в российскую систему образования не только экономическую, но и в целом в социальных наук, а потом дальше и по всему остальному спектру. Новые подходы и новые принципы, то есть интегрировал российскую науку, российское образование с глобальными трендами. Но одновременно, что было не менее важно, он старался, чтобы это не была наука сама для себя, так сказать, живущая в башне слоновой кости, а для него всегда было очень важным, чтобы из конкретных исследований, даже очень теоретических, возникали какие-то полезные выводы, которые могли транслироваться в общество, могли играть какую-то роль в экономической политике. И в этом смысле, да, конечно, его уход из жизни – это завершение эпохи. На мой взгляд, история высшей школы экономики выходит за рамки того, что обычно воспринимается как вот эти самые карманы эффективности. Карманы эффективности обычно создаются для некой, так сказать, демонстрации успехов, такой как бы витрины, да, которая прикрывает реальную сущность соответствующих политических режимов. Возможно, люди, которые на разных стадиях поддерживали проект высшей школы экономики, именно не из числа либералов, а из числа, так сказать, реальных представителей нынешнего режима, они воспринимали высшую школу экономики в таком качестве. Но по факту проект, безусловно, перерос эту рамку. И да, сейчас высшая школа экономики находится в тяжелой ситуации, потому что вот ровно, так сказать, настолько, насколько она выделялась, там последние, как минимум, 15-20 лет над общим уровнем, сейчас при, так сказать, нынешнем новом руководстве университету приходится прогибаться обратно. И вот, допустим, феномен профессора Караганова, который объясняет про то, что, так сказать, надо носить ядерные удары по Европе, он не случайен, к сожалению. Понимаете, в отношении школы экономики все-таки возникла реально очень большая организация, которая строилась на совсем других принципах. Причем эти принципы, на мой взгляд, как это ни странно, более-менее сохранялись фактически до 2019 года, когда начались действительно уже в таком, так сказать, массовом режиме политические увольнения и подобные вещи. Но это, собственно, было связано с протестами вокруг Мосгордумы. Ну вот дело Жукова, да, и первое, так сказать, первое увольнение, и первая вот эта вот дискуссия о свободе внутри университета, о деполитизации университета вне политики, этический кодекс сотрудника вышки и так далее. Да, да, да. Но важно понимать, что выбор, наверное, произошел в каком-то смысле раньше. Ну, точнее, так сказать, были сделаны некоторые решения, которые предопределили дальнейшую траекторию. И мне кажется, что, с одной стороны, тот масштаб, который университет приобрел уже в конце 2000-х, начале 2010-х годов, он, с одной стороны, сделал высшую школу экономики феноменом, выходящим за рамки кармана эффективности, просто потому, что, ну, реально, на сегодняшний день в российском бизнесе, в российском госаппарате работают десятки тысяч выпускников высшей школы экономики, которые учились по другим стандартам. И которые, на самом деле, кстати говоря, учились в основном во время, когда в университете господствовал дух Ясина. Дух достаточно, так сказать, либеральный и свободный. Я думаю, что этот дух убить в этих людях будет очень тяжело. Да, в этом смысле, как бы, феномен этого явления, он выходит за рамки кармана эффективности. Но это было сделано в рамках массированного привлечения госденег. Потому что я довольно хорошо помню дискуссии, на самом деле, еще начало седних 2000-х годов по поводу того, надо ли поддерживать баланс в плане источника финансирования. Баланс международным источником государства в любом случае, государственного вуза, так сказать, будет одним из источников, это неизбежно. Но у высшей школы экономики, на самом деле, в начале 2000-х годов были достаточно большие коммерческие доходы, когда были заметные поступления от студентов, которые учились на платных программах, от абитуриентов, которые шли на платные курсы, от слушателей программ дополнительного образования, ЭБИ, были одновременно НИРы, которые, да, исходно финансировались государственными ведомствами, но причем, при том, это были конкурсные процедуры, и, в общем, это были, так сказать, не чисто государственные деньги, они были уже немножко другие. Но вот эта ставка, на самом деле, выбранная Кузьминовым на масштаб и, так сказать, на рост масштаба, она привела к тому, что вот этих собственных источников уже к второй половине 2000-х годов явно не хватало. И поэтому пошел запрос через все эти самые программы исследовательских университетов, потом программу 5100, на получение все большего и большего госфинансирования, которое, с одной стороны, использовалось реально для развития университета, это правда так, да, но одновременно неизбежно привязывало университет к государству. И когда государство потом, ну, уже в 10-е годы, да, ну, реально, в первую очередь, я думаю, что после 12-го, особенно после 14-го года. Вот точка перелома хотелось узнать. Когда произошло? С какого момента вышка становится реальности государственным университетом? Ну, вот смотрите, я недавно пытался посмотреть на какие-то исторические факты. Вот, допустим, в 2008 году, в декабре 2008 года был очередной марш несогласных, на котором были задержаны несколько студентов высшей школы экономики. И в январе 2009 года в ИШЕ пришел официальный запрос из ГУВД Москвы, ну, по сути, на предмет отчисления этих студентов. Кстати, одной из этих студентов была Марша Снеговая. Так вот, тогда Кузьминов, нынешний Кузьминов, так сказать, не другой Кузьминов, он написал официальное письмо о том, что университет – это университет, и мы не можем, извините, отчислять студентов по любому поводу, из-за того, что, так сказать, кто-то где-то там перешел на красный свет. То есть, ну, на красный свет, в смысле того, чтобы было дорожное движение. То есть, должен быть утвержденный судом факт, извините, либо преступление, где бы хотел правонарушение, и тогда, может быть, хоть какой-то предмет для обсуждения этого вопроса внутри университета. Это был официальный ответ администрации ВИШЕ. Потом, в 2011 году, опять же, в высшей школе экономики происходили дебаты между Навальным и Кузьминовым, которые модерировал Ясин. Это все было в школе экономики, да? Вот, на мой взгляд, перелом, наверное, произошел, ну, как и в стране в целом, в общем, в 2011-2012 году. Ну, сейчас, в 2012 году. Болотное дело, перевыборы Путина, третий срок Путина. Да, да, да. Ну, просто потому, что до того власть, на самом деле, ну, как бы допускала наличие и присутствие подобных заведений, не в том числе, потому что, на самом деле, ну, как бы госаппарату нужны были коллективные кадры. И, на самом деле, многие люди из Вышки реально потом шли работать в госаппарат, там, в тот же Минфин, в Минэкономике, в другие ведомства, да? И они были востребованы, они делали карьеру. Ну, хорошо, Максим Орешкин нынешний, он же тоже выпускнирует школу экономики. И, в общем, так сказать, делаешь успешную карьеру в Минфине. Ну, и таких довольно много, да? Вот. Но вот этот перелом 11-го года, на мой взгляд, он был во многом психологическим, когда люди во власти, в первую очередь, высшие люди, они реально испугались за себя, причем даже не в силу протестов в Москве его не пережили. Их, на мой взгляд, испугала арабская весна и персональные истории, там, Мубара, Каддафи и подобные. И вот это привело к тому, что начался радикальный развалов, не только с подавлением оппозиции в виде там, болотной площади, там, Конституционного Совета и всего остального, но и в виде такого, так сказать, задавливания тех структур, которые рассматривались как какие-то, так сказать, гнезда либерализма. Ну, как в другой стране называлось, как гляхшальтунг, да? Вот эта политика приводных ремней и, так сказать, подключения образовательных и культурных институций, зачистка и гуманитарного, и культурного пространства. Но этот процесс начался постепенно. Он начался с, ну, в частности, этого закона об иностранных агентах, который в первую очередь касался и не государственных вузов, а некоммерческих организаций, которые получали хоть какое-либо иностранное финансирование, зарубежное финансирование, бежаловое финансирование. Вот. Но неизбежно началось притягивание и, как бы, вузов. Ну, конкретно по высшей школе экономики, например, Луишко вместе с Франхикс в 2011 году сделала большой проект под названием «Стратегия 2020», который, на самом деле, был заказан Путином в качестве премьер-министра, который думал про то, что он пойдет в президенты или, может, не пойдет, может, Медведев пойдет. Был потом, так сказать, вот этот рубеж сентября 2011 года, когда была, так сказать, объемная маркировка, да, на самом деле, ставшая в том числе одной из причин, на мой взгляд, для протестов 2011 года декабрь. 24 сентября, очень хорошо помню. Да, 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 совершенно верно. Но я к чему, к тому, что, тем не менее, высшая школа экономики активно работала на власть. И, допустим, в 2012 году высшая школа экономики стала одним из центров, на базе которого проводился мониторинг, стал проводиться мониторинг реализации майских указов 2012 года. То есть, на самом деле, власти по-прежнему нужна была экспертиза и нужна была, ну, некоторая оценка того, что делают разные ведомства, разные регионы, то есть, так сказать, нижние этажи, вот, так сказать, той пирамиды, которая была выстроена. Но это, согласен сказать, фаустовская сделка. Фаустовская сделка с властью. Все равно рано или поздно приходится платить по счетам. В каком-то смысле, да. Ну, потом, на самом деле, был 2014 год, когда Кузьминову, насколько я слышал, попросили принять участие в выборах Мосгордуму, потому что после, опять же, выборов мэра 2013 года в Москве, где там Навалено было по 40% голосов, нужно было как-то вот сбалансировать политическую ситуацию, и нужно было наполнить Мосгордуму такими, так сказать, что называется, людьми из науки, культуры, образования, которые политически нейтральны, поэтому, так сказать, делают дело, да. Кузьминов на это, как я понимаю, должен был согласиться, но в ответ на это, например, высшая школа Катумики стала получать довольно много заказов, разного рода аналитику, наниры от московской мэрии. Опять же, на этом возник, собственно, феномен Валерии Касамары, которая вот из некого помощника Кузьминова, помощника депутата, да, она там стала директором института, потом проректором, потом пошла на выборы уже в 19-м году. Уже пошла на выборы, помним ее, плакаты по всей Москве. Да, 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 вместо Кузьминова, да, совершенно верно, да. Ну, и в этом смысле, я думаю, что, так сказать, то, что было потом, на самом деле, еще до 19-го года, в 18-м году, было закрытие лаборатории Transparency International, которую руководила Елена Панфилова. Елена Панфилова, да. Это произошло, так сказать, без публичных скандалов, просто потому, что люди сознательно не хотели наносить ущерб высшей школе экономики. Это было сознательное решение, в том числе самой Панфиловой в тот момент времени. Но когда Касамара в рамках вот этой вот выборной кампании 19-го года начала выносить на публику какие-то свои представления о том, кто там прав, а кто там не виноват среди, так сказать, высших всех политологов, это вызвало обратную реакцию, и вот это все стало выплюскиваться уже в публичное пространство. То есть, на самом деле, подобие было в том, что долгое время и Кузьминов, и на самом деле люди, которые были других взглядов и шеек, они старались как бы не выносить это на широкую аудиторию, пытаясь сохранить настолько, насколько это было возможно. В высшей школе экономики тот как бы академический микроклимат и ту атмосферу, которая действительно там была. И защитить, и защитить очень многих. Я это даже, в общем, могу сейчас сказать. Я и по себе знаю, в конце концов, сколько лет меня защищал Кузьминов от настойчивых требований еще после моего столкновения с Путиным в 2013 году. Я, условно говоря, еще 7 лет продержался в вышке, несмотря на неоднократный, так сказать, запрос по моему поводу стороны администрации президента. Это я тоже хорошо помню. Андрей Александрович, нам сейчас нужно сделать маленькую паузу, и мы вернемся через мгновение. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Может быть, и людей рожать в армии может, без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Слушайте обратный адрес в эфире Радио Свобода по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Программа «Археология» – специальное интервью. У нас сегодня разговор с Андреем Яковлевым, приглашенным исследователем в центре Дэвиса Гарвардского университета, бывшим проректором Высшей школы экономики в Москве и одним из сооснователей отцов вышки. Андрей Александрович, продолжая наш разговор о вышке, прежде чем мы еще в оставшееся время поговорим о либерализме. Все это, видимо, кончается году 18-19. Большие протесты, дело Жукова, новый этический кодекс, вот эти большие дебаты, как я помню, там коллега Виталий Куриной ходил с идеей Гумбольтовского университета. Университет должен быть государственным, он должен заниматься чистой наукой вне политики. Насколько это вообще, вот я сейчас думаю, вот глядя из 1923 года, да, in retrospect, оглядываясь назад, насколько вообще это все было возможно? Насколько долго можно было играть с государством? И вообще, возможен ли свободный глобальный университет в рамках авторитарной политической системы? Ну вот Китай тот же взять, да? В Китае же тоже пытаются создать какие-то университеты. Но насколько они могут действительно двигать свободную науку и быть теми классическими университетами, которые зародились в Европе на заре нового времени? Ну, я думаю, что Китай, как бы сейчас приведет в пример, не совсем корректно. Мне кажется, что гораздо более интересно, может быть, сравнение с нынешними развитыми странами, ну, извините, Великобритания, Франция, Штаты, Германия, да? Кстати, Германия особенно, да? Но не сейчас, а там, не знаю, так сказать, 100 лет назад, может быть, 150 лет назад, может быть, даже 200 лет назад. Сейчас упоминалось модель Гумбольтовского университета. Но в Германии конца 19 века, которая была вполне себе авторитарной страной, так сказать, Кайзер, так сказать, Бисмарк и все остальные. Тем не менее, университеты сыграли очень важную роль. И на самом деле, ну, как бы левое движение, которое потом вышло за рамки Германии, так сказать, на самом деле, имело очень большое значение для, там, первого по двадцатого века точно, оно, ну, зародилось, в том числе, в немецких университетах. Поэтому здесь, наверное, нам не повезло, нам в смысле России. Потому что очень часто траектория развития страны зависит не только от фундаментальных трендов, но и вот некоторых случайных событий. Вот так сложилось, что оказался Владимир Владимирович Путин, как человек, на самом деле, с одной стороны, безусловно, умный и, на самом деле, так сказать, сильный политик, да, но при этом, я бы сказал, человек очень циничный, который сумел переиграть всех вроде бы гораздо более ярких и сильных игроков, которые с ним сталкивались, начиная с 2000-х годов, ну, с начала 2000-х годов, да. Так вот, когда произошла такая тотальная зачистка политического пространства, да, в этой ситуации, наверное, шансы на выживание структур и на, ну, как бы, полезную отдачу, в том числе в плане каких-то новых идей, вот структур типа Высшей школы экономики уже стремились к нулю. Но, тем не менее, я все равно не считал бы, что такие проекты не надо начинать и что они не имеют, как бы, смысла для будущего. Я по-прежнему считаю, что Высшая школа экономики, на самом деле, даже при вот нынешней администрации, которая пытается, так сказать, не ревелировать все, что было сделано за последние 20-25 лет, она все равно переживет эту администрацию, я говорю про вышку, и переживет этот режим. Ну, я тоже, да, я тоже об этом думаю за те почти 20 лет, которые правил Вышки, о тех поколении студентов, которые было воспитаны, я вижу, как они сами сейчас уже становятся профессорами, они по всему миру разъехались, и это все, я понимаю, что многое было не зря. Давайте перейдем к другой теме, тоже связанной с Евгением Григорьевичем Ясиным, тема либерализма. А был ли мальчик вообще? А был ли в России либерализм? Или это была одна из, как бы, таких политических технологий в момент транзита власти осуществленных? Потому что, конечно, мы понимаем, что рынок был создан в России, но было ли в России создан рыночное государство? Я не совсем понимаю, что значит термин рыночное государство, да? Как раз государство, может, у нас стало слишком рыночным, когда, так сказать, внутри госаппарата... Ну да, внутри него как бы мухиозная корпорация. Я не вижу, что это удачный термин. Нет, я имею в виду рыночная инфраструктура, инфраструктура рынка, инфраструктура свободного рынка. Я к тому, что роль государства, роль государства, даже в тот момент, когда был создан, так сказать, достаточно свободный рынок, все равно оставалась очень сильная перераспределительная роль государства, общество, по своей сути, оставалось сословным. И модель самого государства, идущая еще от советского, может быть, даже до советского времени, она так и не была сломана и сейчас успешно восстановлена Путиным. Вы знаете, я бы разделил этот вопрос на несколько разных сюжетов. Один сюжет, собственно, про то, с чего вы начали, либерализм и как бы либеральную идею. То есть я понял этот вопрос как то, а было ли достаточное количество людей в России, ну, в первую очередь, в элите, которые реально разделяли либеральные идеи. Вот в этом смысле, к сожалению, таких людей действительно было мало. Да, был Гайдар, который, как мне кажется, не случайно рано умер, потому что он, ну, в общем, не мог не понимать, что происходит, и при этом он ничего не мог с этим сделать. Ясин, да, это тоже наблюдал. Он пытался с этим что-то делать, допустим, вот в рамках фонда «Либеральная миссия», который не случайно был отделен из школы экономики, на самом деле, который сделал очень много полезного, в том числе благодаря поддержке Дмитриевича Зимина. Это как бы еще один такой великий старик. Я не помню, выписали, я писал архангельский. Но проблема была в том, что на уровне элиты, которая пришла к власти в 90-е годы, вот там реальных носителей этих либеральных идей в действительности было крайне мало. Там, как бы я бы сказал, доминировало вульгарное представление о либерализме, о том, что это, так сказать, модель, которая позволяет мне делать все, что я хочу. И, так сказать, использовать в том числе полученную власть ради моих личных интересов. К сожалению, было фундаментальное отличие, как наследие Советского Союза, и от Восточной Европы, и, допустим, от Китая. Потому что в Восточной Европе, вот после всех тех бархатных революций, там, конца 80-х годов, к власти смогли прийти другие люди, которые были из контр-элиты, которые были носителями других ценностей, которые могли им реально следовать. В Китае, как ни странно, вот с Дэн Сяопина и дальше, к власти пришли не другие люди, а те, кто еще делал революцию. Тот же Дэн Сяопин в этом смысле характерный пример. Потому что он был реально, там, вторым и третьим человеком после Мао Цзэдуна. Уже в начале 60-х годов. И он реально был активным участником революции, начиная, там, еще с 20-х, 30-х. У них был в голове некий государственный интерес, они были государственные люди. У них были некие идеи, которые были не частные, не групповые, которые были, так сказать, на уровне общества. Они, может быть, были, так сказать, не демократические, допустим, в случае Китая, но это было про общество, а не про то, чтобы, так сказать, самому себе урвать что-то в личный карман. Вот проблемы России, особенно в начале 90-х, было то, что таких людей было крайне мало. И в этом смысле, наверное, траектория 90-х, она была предопределена. Но дальше была развивка, которую, к сожалению, мы не использовали и как бы проскочили. Это развивка конца 90-х, начала 2000-х. Когда, на мой взгляд, уже возникла новая элита, которой было что терять, и которая не то чтобы стала сильно либеральной, но которая, на самом деле, при определенных условиях могла пойти под другой траекторией. Просто вспомните сами начало 2000-х. Это же был на самый период высокого оптимизма общества. Когда, на самом деле, был диалог между властью и бизнесом, с этими встречами, так сказать, между Путиным и правлением РСПП каждые полгода под телевизором, так сказать, под камерой, это закончилось тем, что, на самом деле, эти две основные группы, высшая бюрократия и крупный бизнес, они, не доверяя друг другу, вступили в новый конфликт за контроль над нефтяной рентой, когда начался рост цен на нефть. Ну, Диана Юкоса, мы помним вот это знаменитое столкновение Ходорковского с Путиным, которое закончилось известно чем. Ну, которое закончилось поражением бизнеса, и, на самом деле, исчезновением того некого баланса между улитными группами, который давал возможность другой траектории. А вот дальше оно, к сожалению, уже стало катиться, так сказать, туда, куда оно прикатило сейчас. Ну да, и здесь уже в дело вмешиваются силовики, и получается вот эта вот смычка силовиков и высшей бюрократии, подчиненных им олигархов. В самом деле. Ну, и в этом смысле либерализм России, собственно, так и остался уделом нескольких мечтателей, может быть, того раннего периода. А в целом было воспроизведено то же самое классическое распределительное государство. Вот сейчас в России какая степень, насколько национализированная экономика в России, фактически же? Ну, знаете, это, на самом деле, тоже заблуждение, что, так сказать, российская экономика, она сугубо государственная. Есть госкомпании, есть госкорпорации, да, действительно, они видимы, ну, там всякие там Роснефть, не знаю, так сказать, Газпром, так сказать, эти самые Росатом, Ростех и так далее, но если брать реальную экономическую жизнь, то, допустим, вот вся эта адаптация к санкциям, которая происходила в прошлом году и происходит сейчас, она в основном делалась руками и усилиями людей из малого-среднего бизнеса, который сугубо частный, который, на самом деле, создавался в значительной степени, кстати, в 2000-е годы, вот на луне вот этого самого роста спроса на внутреннем рынке. И, извините, это люди, которые создали свой бизнес, у них есть свои команды, у них есть свое понимание рынка, и они реально... Руками рынка, да. ...губами вцеплялись в землю, чтобы спасти свой бизнес, чтобы найти вот эти самые возможности выживания в нынешних тяжелых условиях. Да, вы знаете, повторяю, у меня есть знакомый один бизнесмен, предприниматель довольно крупный, петербургский, вот он говорит, он сам, так сказать, человек достаточно таких прогрессивных взглядов, он говорит, ты не поверишь, я сам не верил бы до тех пор, пока не видел, как работает рынок, что вот в этих во всех условиях санкции и всего прочего, рынок поддержал Россию в ее нынешнем состоянии. Продукт был как раз именно в том, что была построена рыночная экономика, да, во многом, на самом деле, в том числе благодаря институтам типа высшей школы экономики, потому что экспертиза сотрудников вышки, там, и научных, и, так сказать, аналитиков, она была более чем востребована. Опять же, вот, ну, та же Набиулина, она ученица Ясина, она, так сказать, там, жена Кузьминова, но на самом деле она в первую очередь ученица Ясина. И на самом деле многие другие люди, там, и тот же Кудрин, там, в свое время, так сказать, тот же Греф, они тоже примерно из этого же блока. То есть я к чему? К тому, что жизнь немножко сложнее, чем кажется в такой, так сказать, двухцветной рамке. И мне кажется, что на самом деле вот это построение рыночной экономики, произошедшее за последние 20 лет, в том числе может оказаться отправной точкой для изменения, которые будут в России, потому что вот этим людям есть чего терять. И вот эти люди, которые на самом деле создали свой бизнес, сейчас гораздо более готовы к тому, чтобы думать о либеральных идеях, когда просто их жизнь заставит, пока, может, еще не заставила. Вот в этом смысле я на самом деле, как это ни странно, стараюсь смотреть с надеждой на перспективы России, несмотря на все происходящее сейчас. Ну что ж, на этой ноте давайте тогда завершим наш разговор. У нас на связи был Андрей Яковлев, приглашенный следователь в центре Дэвиса Гарвардского университета и бывший долгое время проректором Высшей школы экономики в Москве. И действительно, Евгений Григорьевич Ясин, в память которого мы сделали этот эфир, его наследие, может быть, в этом и заключается, что оно окажется глубже, чем весь тот кошмар и ад, в который превратилась нынешняя Россия, тот, который из себя тоже представляет нынешняя вышка. И те структурные изменения, рыночные изменения, изменения человеческого капитала, которые были заложены, возможно, они еще когда-то сыграют в стране в будущем. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».